так ну вот нет, я понял ну понятно что касается следующего вот с заданием D у тебя вообще никаких проблем не было но вот с C ты зачем-то ты вот написал they are still love each other и вот опять у тебя та же самая ошибка со временем present simple опять у тебя здесь стоит глагол to be а в английском языке это неприемлемо когда говорим о когда у нас когда используем время simple вот я не знаю ты уже далеко не первый раз эту ошибку завершаешь и мне почему-то кажется что ну я не знаю может быть у тебя реально такая невнимательность иногда и может просто ты не очень хорошо помнишь как строится предложение во временах simple вот здесь я не совсем понимаю здесь вот это вот are вообще оно совершенно не нужно можно было просто написать they still love each other и все это было бы шикарно это звучало бы классно ну ну или же как здесь в вопросе было are they still in love то есть они все еще влюблены ты мог бы просто тогда написать they are still in love with each other вот это было бы тоже правильно но 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 вот почему то решил сделать вот таким вот образом а значит сегодня на сегодняшнем нашем уроке я хотел бы чтобы мы еще раз прошли артикли потому что все таки я смотрю что тебя все таки с ними тяжело с ними тебе вот они тебе тяжелее всего пока что даются но здесь ничего такого ничего такого ужасного нету это довольно такая тяжелая тема даже мне она довольно довольно трудно давалась поэтому я хочу чтобы мы еще немножко вот их прошли что касается вообще от этих вот этой темы с артиклями тут просто вот в некоторых случаях надо запомнить где когда их ставить а в некоторых случаях в некоторых случаях просто нужно понимать интуитивно где где артикль нужен где он не нужен но я тебе скажу по секрету что у тебя это рано или поздно вот включится вот эта вот интуиция и рано или поздно ты начнешь уже на интуитивном уровне понимать где нужен артикль а где он не нужен там уже будет тебе попроще я сейчас скину тебе такое вот упражнение с это сайт british council я считаю это прекрасный такой сайт который создали британцы для иностранцев специально чтобы те изучали английский язык так что вот можешь пока у себя открыть это вот это вот наше упражнение так хорошо конечно еще было бы здорово если бы ты мог включить демонстрацию экрана чтобы я видел что ты делаешь чтобы иногда в каком-то моменте тебе помочь в каком-то моменте может подсказать в каком-то моменте еще что-нибудь такое чтобы тебе было просто легче уже с теми артиклями так хорошо так отлично итак собственно можно сначала быстренько прочитать вот те четыре предложения которые у нас вот эти вот да she is a doctor то есть у нас тут профессия поэтому поэтому у нас a i need an umbrella то есть кому-то нужен зонтик да зонтик не важно что за зонтик какой это зонтик просто вот зонтик ему нужен have you heard the news слышал ли ты новости здесь уже здесь уже the news ну как я лично тут вижу логику в том что что это что-то на чем непосредственно какое-то действие происходит то есть то есть новости можно вот услышать например как здесь ну и вот i don't like spiders то есть просто здесь никакой артикль не нужен мне не нравятся пауки ну тут я точно вот сказать не могу нет такого конкретного грамматического объяснения почему здесь артикль не нужен просто вот так сложилась ситуация в английском языке что о ничего себе ничего ты оказывается вот такой вот программист еще ого неплохо так хорошо в общем то попробуем давай с этими заданиями это Baby это то то а то ну не либо то и то , так ну деньги которые деньги которые он дал мне не было достаточно ага денег которых он мне дал мне было достаточно да правильно вот здесь здесь правильно ну окей хорошо вижу то есть Пасмир. Солк. Победы. Ок, хорошо. делал а год тулы но первое что здесь поставить можно что угодно Ну, смотри, вот такое вот довольно важное правило, есть такое в английском языке, то, что когда говорим о каком-то, допустим, о предмете каком-то, который мы можем дать, например, что-то вот такое, да-да-да-да-да, всё правильно, всё правильно, ты правильно написал, тут уже твоя интуиция, похоже, сработала. Потому что я же ещё не сказал ещё самое главное, а ты уже сразу понял, это неплохо, это здорово, да, вот, когда вот мы говорим о чём-то, вот, например, о яблоке, то вот, например, там, вот, например, give me an apple, то есть дай мне одно яблоко, именно тут имеется в виду то, что одно яблоко. Да, поэтому вот тут в таких вот случаях мы используем n или n, ну, в принципе, между этими артифлями равенцы нету, короче, что m, но я думаю, что ты и так знаешь уже. Так, я тут уже... Так. Хорошо, давай дальше. I can take children to school today. Так. Хорошо, давай седьмое, седьмое, number seven. Так. This is my uncle Phil. He is... ...a teacher. ...and he lives in London. Верно, right. And the last one? Is there university where you live? Ну, хорошо, там же, где ты считаешь, что не нужно никакой артикль ставить, там нужно просто чёрточку поставить, да, вот как там. Так, ну что ж, давай проверим, где ты правильно, где ты ошибся. Так. Семь из восьми, смотри. Можешь пока вот этот вот крестик пока нажать, смотри. Почему здесь не the? Здесь нужен был артикль e, потому что здесь же нет конкретики, здесь непонятно, какой именно университет. То есть просто есть ли поблизости какой-нибудь университет там, где ты живёшь. То есть это вопрос просто такой, чисто вот, просто хоть какой-то университет там есть или нет никакого. Вот такой вот был вопрос, поэтому тут нужен был артикль e. Ну, в остальном же, я смотрю, я хочу тебе сказать, что твоя интуиция довольно хорошо работает уже. Тут, если мы ещё опустимся чуть ниже, там ещё, там будет ещё grammar test 2. Ну, вот, да, это вот, собственно, про профессии у нас вот говорится тут. Так, ну вот ещё, что касается... Да, это вот более конкретно. Это вот как раз о том, что я рассказывал. Ну, а тут вот более конкретно об этом уже говорится. Так. Ну, и артикль. За это про него должно управляться, за это, в принципе. В принципе, и так уже, я думаю, что... Да, вот, собственно, тут вот как раз таки нормальное объяснение, почему тут стоят с этой артикль Z. Вот. То есть мы используем Z, когда слушатель уже знает, о какой вещи мы говорим, потому что она либо упоминалась до этого, или же потому что такая вещь только одна. Вот, собственно говоря, вот такое вот интересное объяснение они придумали артиклю Z. Почему вот его здесь, например, используют в этих... Ну, вот. I'm going to take the dog for a walk. Have you seen the car key? То есть тут, потому что ключ от машины какого-то там, например, от машины человека, который это спрашивает. Поэтому здесь Z. Или вот I'm going to take the dog for a walk. То есть я собираюсь чью-то собаку выгулить. То есть он уже знает, чья это собака, поэтому он может сказать Z. Ну, и про they go to the school next to the bridge. Здесь... Почему здесь артикль Z перед school? Потому что вот тут вот конкретно именно о ее местоположении говорится, что она рядом с... Что она идет после моста. Поэтому, собственно, Z здесь используется. Ну, а почему to the bridge? Потому что там... Им известно, что именно это за мост. Поэтому там тоже можно использовать Z. Ну, а вообще, когда мы говорим просто о школе, там, например, там, например, они ходят в школу просто без конкретики. Там просто будет they go to school без какого-либо артикля. И вот про вещи в общем. То есть вот когда мы говорим о вещах в общем, мы обычно используем существительное без артикля. То есть вот birds eat worms, птицы едят червей, water freezes at zero degrees, вода замерзает при 0 градусах, и children need a lot of sleep. Детям нужно много спать. Вот вообще-то что-то такое. Вот я надеюсь, что хоть теперь тебе стало хоть немного понятнее. Вот с такими вот интересными объяснениями, которые сами британцы придумали, чтобы нам было понятнее, когда используется артикль, а когда нет. Ну, хорошо. Думаю, можно уже и... Перейти к грамма-тест 2. Так... Так... They want... Sandwich? I got cheese and bread in their shopping bag. They want to be ambulance driver when she finishes school. Ага. То есть она хочет стать водителем машины скорой помощи. Правильно. Тут я согласен. Так... Хорошо. Did you see the moon last night? Верно, полностью согласен. Так... I really hate mosquitoes. Так... They... 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 They beat me. Ну, что-то типа того, да. Я тут согласен. Тут не нужен никакой артикль. Да. Тут и правильно. Ну... You need contact me over the weekend. Please send me email. Угу. Тут у тебя интуиция правильно сработала. Отлично. I'm a fan allowing person. Allow parties and dancing. Угу. 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 Так... I'll be there in... In hour. Не знаю. Ну, только не hour, а an hour, потому что у нас здесь не используется... у нас не читается age, она у нас просто пропускается, поэтому an hour. Так, и the last one. Teachers at my son's school are great. Тут я согласен. Так, а что же мы все-таки решим с первым и шестым? Ну... Пропуск, я думаю. Так... Ну, насчет первого... Насчет первого... Ну, хорошо, я пока подсказывать не буду. Так... Что ж, 8 из 8, все правильно. Правильно. Да... Наконец-то хоть... твоя интуиция начала еще лучше работать. Ну... Ну... Если... Если... Хочешь еще немножко поупражняться, могу... скинуть вторую часть. А если... для тебя это... Если ты считаешь, что этого уже достаточно, то можно тогда и... то можем тогда перейти снова к нашему New English файлу. О, ты его уже открыл, да? Ну, вот это здорово. Ты уже его себе заранее тут открыл. Неплохо. Так... Я, насколько помню, мы остановились на... Где-то на 2... На 2B, по-моему, мы остановились. Да-да-да, вот тут мы остановились. В прошлый раз. Да. Вот это вот мы все... Дело... Читали. Вот это вот мы все... Слушали. Да. Так. Ну... А здесь у нас... 3A мы его... Вроде бы... Не знаю. Я даже и не понял. Вроде мы как раз его сделали. Да. Мы его вот это вот сделали. Третье. Напоследок. Вроде, да. Да-да-да-да-да-да-да. Я все вспомнил. Все. Собственно, тут вот мы расставляли вот предлоги. Так. Хорошо. Четвертое. Пронансирующим. Это мы... Можно пропустить. Пятое. Speaking. Тоже можно пропустить. Так. Да. Все. С этой страницей мы уже закончили. Вот. Собственно, у нас новое вот. To see. 50 years of pop. Тут у нас про поп-культуру. Будет. Who wrote that song? Кто написал эту песню? Так. Тут вот у нас vocabulary and speaking. Так. И вот нам тут предлагают в парах или в группах ответить на вопросы. What music or song or album do you like listening to? И еще вот такие вот дополнительные. Вот. Например, как первый такой вопрос. What music or song or album do you like listening to? Very просто. Do you like listening to when you are happy? Yes. Ну, yes это что? Yes это же... Нас же тут спрашивают именно какую музыку ты любишь слушать, когда ты счастлив. Да. Да. Не знаю. Ну, можно просто сказать I don't know. Или же вообще... Ну или просто... Ну или просто nothing. I don't listen anything. Или там не знаю. I don't listen anything. I don't listen anything. I don't listen anything. Или что-нибудь вот в таком роде. Или что-нибудь вот в таком роде. Так. Так. Ну, собственно говоря. Можем тогда пропустить вот эти вот все конкретные. Вот если просто. What music or song or album do you like listening to? Ну, вообще вот просто. Без каких-либо уточнений. Если тебе вообще хоть какая-то музыка нравится, хоть какой-то вообще альбом, хоть какая-то у тебя любимая песня есть. Чего богато и конкретно 6-7 или можно выбрать? Ну вот прям самое-самое такое любимое. Вот прям самое-самое такое вот. Линкен Парк Намб. Ага. Линкен Парк. Как? Намбер? Как это назвать? Намбер. Это песня так называется? Намбер. Намбер. Окей. Хорошо. Ну я конкретно этой песни не слышал, так что... Может я их не послушаю. Так. What's your favorite decade for pop music? То есть, какую у тебя... То есть, поп-музыку из какого десятилетия тебе больше всего нравится? Вот такой вот вопрос. Yes. Окей. Ну тут спрашивается про десятилетия, там, например, восьмидесятые, девяностые, нулевые. Ну конкретного времени такого нет тут. Ну окей. Что я бы сказал, мне... Мне нравятся... Мне нравятся песни из восьмидесятых и семидесятых. Я вот такой вот old fuck. Я бы... Я бы что-нибудь такое ткнул. Так. Хорошо. Who are your favorite bands or singers of all time? То есть, какие у тебя самые... Кто твои самые любимые исполнители и какие у тебя самые любимые музыкальные группы за все время? Вот как-то... Вот как-то вот так вот. Ленкин парк. Окей. Окей. Which was the last CD you bought? Or you haven't bought any CDs? Сейчас скажу. О, даже... 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 Даже проверить решил. Окей. Так, теперь можно перейти к grammar. Questions with and without auxiliaries. И так, собственно, cover the quiz and from memory complete the questions. Так. Ну, собственно, тут у нас... Тут нам предлагают вот... Вот эти вот... Вставить что-то в эти пропущенные... Вот в эти вот пробелы что-то вставить. И... Вот тут уже именно... Вот грамматика. Угу. 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 Я вот уже, кстати, догадываюсь, что сюда можно поставить. Тут можно использовать одно из времён, как вот я считаю. Ну, ты не знаешь, что нужно поставить. Так, хорошо. Смотри, тут можем просто использовать премия Present Perfect. Which song has Robbie Williams written with Nickel Kidman? Ну, или же, если это у нас именно исполнил, они же не написали. Я думаю, Nickel Kidman, это же, по-моему, певцы, а не эти авторы песен. Ну, может быть, тогда не written, а son. То есть, какую песню они спели. Ну, и второе. Ну, смотри, тут у нас вопрос такой, кто и название песни. То есть, ну, тут, я думаю, можно попробовать чисто вот из-за вот логически подумать и решить, что же всё-таки тут за слово такое пропущенное может быть. Ну, типа, кто сочинил это. Ну, типа, кто сочинил, то есть вот у нас, может быть, who sang, I can't get you out of my head. Или же, who wrote, who wrote, I can't get you out of my head. У нас может быть вот такое. Ну, а вот и название песни. Ну, сомневаюсь, сомневаюсь. Так, хорошо. Я думаю, что B можно, в принципе, пока не делать, потому что B, это там уже именно конкретно грамматические эти все, вот, чисто вот тут такая теоретическая грамматика. То есть, да, вот там типа, чем первый вопрос отличается от второго грамматически. То есть, где, где подлежащие в вопросе первом, где подлежащие во втором, ну, я думаю, что всё-таки это уже будет, это будет уже такое. Лично у нас вот эта вот вся теоретическая грамматика, она только у нас уже в университете пошла. Так что, ну, в общем-то, у нас тут ещё есть такой вот интересный квиз. То есть, как викторина, если перевозь английского. Если мы тут чуть ниже... Чуть ниже... Да. Да. Так вот, собственно, здесь мы должны поставить сюда какие-то слова. А, вот, с самого начала. А, какого слова? Ну, вот, чисто вот, тут тоже уже можно вот из логики исходить. То есть, вот здесь первое у нас, это вот спрашивается о смерти Фредди Меркери. 91-й. О, ты это знаешь? Да. А вот какое слово мы сюда вставим, если вы считаете, что это вопрос? Ну, я сам вопрос не дуже понял. Ну, хорошо. Когда Фредди Меркери умер? Вот такой тут был вопрос. То есть, when, when, when did Freddie Mercury, the love singer of Queen, die? Вот такой у нас был вопрос. Так, хорошо, давай второго попробуем. Ну, ты, да, игорь. Ну, ты, да, игорь. Ты сон, собственно. Угу. Вроде готов к Алифорнии. Так, ну, второе. Смотри. Значит, тут вот у нас... Ага. То есть, без вот этого слова у нас будет звучать, как... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Где? Вот тут в Калифорнии, вроде. Угу. Ну, ты даже это помнишь, если носим. Я удивлён. Так. Пророже, что я с этим вообще никогда особо не увлекался. Так. Хорошо. Так. Давай теперь номер три. Если Бетлзи стоят вместе. Угу. Никакой бы... Легко. Сначала C, потом A, потом B, потом, там, не знаю, допустим, пусть будет D, потом G, H и, ну, и, собственно, F. Ну, как-то вот так. Как мне кажется. Ну, и задание номер шесть. Ну, не задание, просто вот сама эта песня Imagine. Вот. И в нашем аудиофайле, вот одно из вот этого 2.10, мы вот... Если у тебя есть желание, то ты можешь её послушать, саму эту песню. Угу. Окей. Плохо. Так. Ну, хорошо. Дальше у нас вот есть... Следующая... На следующей странице у нас уже начинается раздел 2D. One October Evening. Вечер 1-го октября. Ну, не 1-го октября. Хотя нет, можно даже и... Не-не-не-не, не 1-го октября. Это просто одним октябрьским вечером. Вот так. Угу. Ага. А. А. Тут вот нам предлагают прочитать такой вот рассказ. А. 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 Тут вот такая вот ещё какая-то картинка нарисованная ребёнком, судя по всему. А. Ну, вот, собственно, рассказ такого вот про девушки по имени Хэнна. Тут опять вот это «Твоё делюбимое». Вот тут нам предлагают ещё весь этот рассказ расставить по порядку. То есть у нас порядок всех абзацов, просто у нас франдом на каком-то порядке, и нам нужно их все соединить так, чтобы у нас получилась правильная цепочка. Ну, тут нам уже подсказали, что это у нас первое – это «Си». Можем попробовать начать с него. Ну, ну, окей. Ханну и Джейми в суток 2004. Можно просто сказать, тут можно не сказать. Это было Ханна с 21 бюро, и она у неё друзьями спасали Она хотела танцевать, но они не любили музыку, поэтому Анна попросила к джей. Она сказала, что это музыка. Она сказала, что ты играл на что-то? Да, вот собственно говоря, джей специально для нее поставил другую музыку. Ну, в принципе, если други, то можно рассказ закончить. Ну да, на этом, в принципе, можно было... Так, собственно, второе, это у нас F, я уже сразу понял. Можем теперь вот к нему пройти. Один месяц later, он сказал, что это следующая песня по Колплей. It's called Yellow. And it's for a beautiful girl who's dancing over there. Анна knows that the song was for her because she was wearing a yellow dress. When Hannah and her friends left the club, the DJ was waiting at the tour. Hi, I'm Jamie. He said to Hannah. Can I see you again? So Hannah gave him her phone number. Так. Хорошо. Следующее, это... Это A. Я вот уже как вот просто глазами пробежал, и я понял, что следующее, это A. А. Next day, Jamie found Hannah and invited her to dinner. He took her to a very romantic French restaurant, and they talked all evening. After that, Jamie and Hannah saw each other every day. Every evening, when Hannah finished work, they met at... Ну, можно сказать half-past six, можно сказать просто five-thirty. It's five-thirty. In a coffee bar in the high street. There were madly in Laos. Угу. Так. Ну, и ещё вот у нас... И дальше у нас выходит И. Проложение. Следующий абзац. One evening in October, Hannah was at work. As usual, she was going to meet Jamie at... Five-thirty. It was dark, and it was raining. She looked at her watch. It was... Five-twenty. She was going to be late. She ran to her car and got in. At five-twenty-five, she was driving along the high street. She was going very fast, because she was in a hurry. Угу. Так. Всё понятно? Нет никаких таких непонятных слов? Не могу. Замечательно. Хорошо. Давай тогда перейдём к следующему. Это у нас Б. Так, Б. cé-?" -"Suddenly, a man ran across the road. He was wearing a dark coat sooo... Hannah didn't see him until it was too late." Как тя прочитат? Мо, Elmo. Уella municipal. She tried to stop She hit the man Hannah panicked She panicked She didn't stop And she drove to the coffee bar As fast as she could But when she read Jamie wasn't there She found him But his mild voice turned off So she waited for 10 minutes And then went home And the last one is D Two hours later A police car arrived at Hannah's house A policewoman knocked at the door Good evening, madame She said Are you Hannah Davis? I'd like to speak to you Can I come in? Да, вот такая вот у нас интересная Вот такая вот у нас интересная история Но у нее есть еще вот продолжение Это у нас файл 2.11 Ну и у нас вот задания еще вот такие Где вот нас просят ответить на вот эти основные вопросы С первого по двенадцатый Так вот Что я предлагаю сделать тебе в домашнем задании? Я предлагаю тебе Я, значит, предлагаю тебе вот что сделать Уже дома, можно так сказать Прослушать продолжение этой истории И попробовать написать продолжение Дальше вот уже закончить как-то всю эту историю Потому что там снова все остановилось на самом интересном месте Так вот Кстати говоря, я тоже Я тоже закончил этот рассказ Когда еще моя репетитор Меня об этом попросила Это было еще давно Это было еще, по-моему, в девятнадцатом году Не в каком-не помню уже точно Ну точно так же Я там сделал, конечно Я это все там очень круто закончил Сделал там боевик Сделал там драму Все остальное В общем Ну В общем-то будет мне интересно посмотреть Что же там Что же там ты сделаешь В общем, вот так вот будет Не обязательно там Целый роман писать То есть там уже Можешь просто Ограничиться там всего Там парой абзацев Или вообще парой предложений Как захочешь, так и делай Тут уже Тут уже тебе решать И саптюню, как говорится Потом в Би Вот прочитает Ну, не обязательно читать его весь заново Но если это есть шо То ты можешь всегда его То есть так, чтобы освежить память Ответить на вот эти вот вопросы Тут двенадцать Второе Это у нас грамматика Вот еще тоже его Я тоже хотел бы, чтобы ты сделал По грамматике То есть у нас вот есть Все по этому Бикоз Потому что Бат Но и Элдол Несмотря Несмотря на то, что Вот Так Что еще у нас Так Ну И Собственно Еще вот Так Ну и Листенинг Вот еще вот Предлагаю Делать задание Номер шесть Это вот То же самое Да Да Здесь у нас А Это Я не совсем Короче 2.11 2.11 Это у нас Вся эта история Только уже Просто Вот ее можно прослушать Чтобы просто Расставить в правильном порядке Все вот эти Абзацы А А вот Уже продолжение этой истории Это у нас Вот здесь 2.14 Все Я понял Я просто сам Не сразу заметил Так Хорошо Я тебе сейчас запишу Все это дело Я тебе это запишу Так Что тебе Что бы я бы хотел Чтобы ты сделал Так 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 Это у нас Вот это вот Так Делать упражнение One Сейчас Где-то Мы так У нас Да One Да One Two И И И И For Да For И Закончить Рассказ О нашей Прекрасной Ханне Вот Все Вот собственно Наше задание Понятно Я думаю Что у тебя Получится Ну Может быть Где-то у тебя Все-таки Будут Встречаться Ошибки Но я Я Я их Естественно Укажу Ну Но Тут Самое Главное Это Не Ошибки Тут Самое Главное Это То Что То Что Это Хотя бы Написано С душой Так что Когда Когда с душой Не важно Есть ошибки Нет ошибок Главное Что Что это Хотя бы Читается Приятно Ну В общем-то Я думаю Что Встретимся В следующий раз В воскресенье Надеюсь Что у меня Больше Компьютер Не сломается Собственно Have a good evening And see you On Sunday